добрый день меня зовут Игорь Лернер я уже 26 лет занимаюсь очень активно и очень серьезно сетевым бизнесом и у меня есть очень много опыта и конечно очень много наработок которые были сделаны за эти годы и я вот решил снять такие видеоролики видео уроков которые были бы как такой инструмент для работы людей которые может начинают сетевой бизнес или занимаются сетевым бизнесом но могут из этих уроков взять какие-то интересные вещи для своей работы начнем с урока номер один почему сетевой бизнес в общем да вот почему именно сетевой бизнес есть традиционные бизнесы у которых есть история многолетняя там даже много сотен лет и тут сетевой сетевой бизнес я для себя вот отметил пять очень важных факторов преимуществ как я считаю сетевого бизнеса по сравнению с традиционным начнем по порядку первое почему сетевой бизнес почему сеть и какая задача сети вообще сеть строится для того чтобы приблизить товары или услуги к потребителям то есть если сеть развивается чем больше сеть растет тем больше количество потенциальных потребителей а нахват если компания сетевая грамотно и правильно ставит строить логистику по миру то у дистрибьютора в общем-то потенциальные клиенты это весь мир то есть компания обслуживает весь мир и соответственно ваш рынок сбыта это население всего мир если возьму традиционный бизнес небольшой до который люди открывают это может быть прихмахерская химчистка массажный салон или косметический салон в любом случае ремонтная мастерская в любом случае это какой-то радиус проживания людей вокруг точки твоего бизнеса максимуму это какой-то город но в основном не более того соответственно количество клиентов очень ограничено по сравнению с сетевым бизнесом и соответственно потенциал заработка в сотни раз меньше за счет просто сужения рынка сбыта это первый фактор который хотел сказать преимущество сети второй фактор преимущество сети что это командная работа то есть любой человек который начинает бизнес сетевой у него сразу изначально есть цепочка наставников более опытных которые тут же начинают делиться опыта подсказывать помогать развивать то есть командная работа где все заинтересованы успехи друг друга это очень-очень важно я могу сказать вот по себе что я помогаю в своей сети и первому поколению второму и третьему четвертому и пятому не важно что я до этого людей этих не знал если я вижу человек опытный способный хочет что-то добиваться никогда от меня он не услышит нет я буду максимально естественно ему помогать потому что я заинтересован в успехе своей команды и чтобы в команде росли лидеры поэтому заинтересован и в обучении этих людей есть такое очень честное высказывание я думаю абсолютно правильно что хорошая команда она идет за лидером а великая команда состоит из лидеров вот это вот очень подходит к сетевому бизнесу что ты в успехе своих людей создаешь лидер а что происходит современном мире современном мире волк одиночка он не побеждает современном мире как раз побеждает сильная команда лидеров так сказать победителей вот это как раз очень подходит для сетевого бизнеса и этим этот бизнес мне нравится считаю что это большое преимущество что еще я могу сказать про сетевой бизнес как преимущество что бизнес более молодой и соответственно он более современный по сравнению с традиционным бизнесом в сетевом бизнесе убраны ненужные посредники сегодня ненужные посредники это там скажем магазины продавцы этих магазинов съем помещения этих магазинов сетевой бизнес он как раз предусмотрен для работы на удаленке что очень важно современном мире вот если мы возьмем начало 2020 года вот четыре месяца 2020 года когда весь мир трясло из-за вируса корона и традиционный мир бизнесы которые не способны работать на удаленке они закрывались они банкротились они терпели большие потери в то время как сетевой бизнес он изначально предусмотрен для работы на удаленке и это большое преимущество что еще из преимуществ четвертое преимущество которое могу назвать это что в сетевом бизнесе у вас нету риска обанкротиться почему потому что дистрибьюторы используют капиталовложения самой фирмы производителя эта фирма производитель закупает ингредиенты производит продукцию строит фабрики расставляет склады делает очень дорогие компьютерные программы интернет магазинов делает дорогие компьютерные программы личных офисов дистрибьюторов которые обслуживали бы их офис статистику логистику и все прочее это все делает фирма производитель что делает дистрибьютор он вместе с фирме помогает создать рынок сбыта и делится уже между фирмой и дистрибьютором делится деньги от созданного рынка сбыта но как я сказал капиталовложения делает фирма дистрибьютор может быть делает какие-то такие минимальные символические капиталовложения возможно для вступления фирму требуется купить какой-то регистрационный набор какую-то продукцию это может быть там 200 долларов 300 долларов вступительные может быть каждый месяц есть какие-то инвестиции с точки зрения тоже опять же покупки какой-то продукции скажем это опять же 100 там 200 300 долларов в месяц это инвестиции в бизнес для традиционный бизнес это просто смешные цифры там 200 300 долларов в месяц там только все помещение будет стоить значительно больше не считая все другие накладные расходы плюс чтобы его открыть большие вступительные взносы нужно поэтому очень много людей наверное которых вы тоже знаете я знаю которые открывали свой небольшой даже бизнес брали какие-то суды в банке там порядка 50 тысяч долларов то есть небольшие суды но при этом бизнес не пошел обанкротился и у человека не только нету денег ничего не заработал он еще оказался в минусе очень банку должен очень неприятная ситуация и вот как раз в сетевом бизнесе человек в такую ситуацию попасть не может это большое преимущество и пятое преимущество которое я считаю это личностный рост то есть первые же дни работы в сетевом бизнесе человек включается в обучающую программу обязательно все компании есть обучающие программы это обучающие программы лидеров компании это твоей сети это обучающие программы самой компании это тренинги это вебинары это конвенции международные то есть это все обучающая программа где человек большинство из этого обучения получает бесплатно или что-то получает за символическую цену в традиционном бизнесе если хоть что-то изучить тем более от специалистов хороших которые что-то добились жизни это не учителя которые учат школе теоретики так скажем а именно практики которые вам рассказывают именно практические действия которые они сами прошли 8 все эти курсы достаточно дорогие и такое обучение бы стоило копеечку сетевом бизнесе человек получает за символические деньги вот эти пять факторов я считаю очень важны когда человек выбирает себе каким бизнесом хочет заняться если вы хотите заняться бизнесом проверьте присутствуют ли все эти 5 факторов в вашем бизнесе если хотя бы какой-то один из факторов отсутствует то надо хорошо подумать заняться ли этим бизнесом или все-таки поискать бизнес где будет присутствовать все 5 факторов я желаю вам успеха это был первый урок скоро будет урок номер два все уроки выставляются на моем канале в И до скорых встреч.